Сегодня на субботней школе уже поднялся вопрос. А что делать с американским праздником Истер? И вы знаете, непростой вопрос. Непростой вопрос почему? Во-первых, потому что в нашем русском понимании слова Истер не существует. Как на христианскую традицию, так и на иудейскую мы используем арамейское слово Пасха. Только вкладываем в него разный смысл. Слово Пасха или на еврике Пейсах происходит от еврейского глагола Ла Пасох, что означает пройти мимо. И речь идет об ангеле-убийце, ангеле-губителе, который, увидев, что кровь на косяках двери, проходил мимо, обходил. Вот это что называется Пасха Господня. Библия нам дает определение Пасхи, новозаветник. 1 Коринфянам 11 глава говорит нам однозначно. Ибо наша Пасха, Христос, распят за нас. Это соответствует. Исход 12 глава называет Пасхой Агнца. Естественно, в Новом Завете прообраз встречается со своим исполнением. Но что дальше делать? Как дальше быть? И вы знаете, есть атрибутика. Есть атрибутика. Если бы мы находились с вами в России, на Украине, где-то на нашей родине, и приближались бы пасхальные дни, что бы мы видели? Куличи, крашенки, вербочки, святая водичка и все эти дела. Если бы мы находимся в западном католическом мире, что мы встречаем по магазинам типа Костка? Зайцы, зайцы, кролики, да? Если мы в более религиозном мире, и вот этот крест всегда появляется в протестантских церквах, вот эти кресты на Пасху, всегда вспоминается протестантами неделя страданий, пэшн, да? Наши студенты поехали, наша молодежь поехала в Эндрюс на пэшн плей. Вот. И более библейский подход говорить о страданиях Христа. Это, кстати, правильно. Это, кстати, правильно. Дело в том, что Истер Сандэй, вот это вот Истер, воскресенье, его нету в Библии. Если мы говорим о Пасхе и говорим по-русски «Христос воскрес», то это, конечно же, неправильно. Христос на Пасху умер. А воскрес на какой праздник, знаете? Что было три дня после Пасхи? Был особый праздник первого урожая. Приносили сноп ячменя. Это не сукот, это называется по-еврейски «Омер». Потрясание снопа. И после этого, как потрясли сноп, отсчитывается пятьдесят дней, и приходит праздник Пятидесятница. Но опять же, праздники, праздники, праздники. Что Библия учит? Сегодня я хотел как раз поговорить с вами о том, не что люди учат, а о чем Иисус учит на Пасху. Мое любимое Евангелие уже долгое время – это Евангелие от Иоанна. В нем содержится основа учения Иисуса. И сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели в Евангелие от Иоанна. Почему? Потому что Иисус во время своего трехлетнего служения принимал участие в трех Пасхах. Его последнюю Пасху, те из вас, кто были вместе с нами в воскресенье, мы праздновали, совершая пасхальный седр, во время которого мы увидели, как Иисус говорит на разламливаемый хлеб, что это Его тело, и на третью чашу, чашу искупления, что это кровь Его Нового Завета. это пасхальный седр, это последняя вечеря. Но все три остальные Пасхи никакого обряда не упоминается, а говорится исключительно об учении. Сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели, чему учит Иисус на свою первую Пасху. Для многих, возможно, будет открытием узнать, что чудо в Кане Галилейской, изгнание торговцев из храма, и слова Иоанна 3,16. Вы помните, о чем говорит Иоанн 3,16? Процитируйте вместе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Оказывается, это все является частью одного учения, которое Иисус дал на первую свою Пасху. Ну, давайте разберем по порядку. Первое чудо Иисуса. Часто его любят цитировать. Те верующие или неверующие, которые пытаются оправдать свою любовь к выпивке по праздникам. Иисус же сделал вино. Почему мне нельзя? Ну, давайте посмотрим. Прежде чем мы согласимся с такими выводами, давайте задумаемся немножко над тем, что реальности происходило. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что как-то странно. Нигде никогда более Иисус такого чуда не делает. Правда? Что? Какие чудеса делает Иисус? Исцеляет. Исцеляет. Что еще он делает? Кормит людей. Кормит людей. Воспешает. Хлеба, да? Изгоняет беса. Изгоняет беса. Воскрешает. Воскрешает из мертвых. А тут, понимаете, вдруг что он решил ради популярности, что ли, подзабавить толпу на свадьбе? Налить им еще венца? После того, как они уже достаточно выпили? На что это похоже? Неужели Иисус начинает свое служение просто тем, что он стал каким-то там, понимаете, виноделом, самогонщиком, фокусником? Ну, давайте внимательно разберемся. Если бы Иисус хотел кого-то удивить именно таким образом, почему бы Ему не попросить это сделать явно, налив в стаканы, налив в чаши воды, вдруг сделать ее вином? Но Иисус этого не делает. Где Иисус приказывает, чтобы набрали воды? Евангелие от Иоанна говорит нам, что во дворе стояло, сейчас прочитаем это в тексте, шестой текст, было тут шесть каменных водоносов. Что такое водоносов? Вообще непонятное слово на русском языке такое не употребляется. Но обычно читатель русскоязычный, совмещая два корня вода и носить, делает вывод, что речь идет о кувшинах. Но дальше греческий текст и русский тоже подчеркивает. Стоявших по обычаю очищения иудейского и вмещавших по две или три меры. Окей? Что значит по обычаю очищения иудейского? Если мы читаем Левит 15 главу, мы знаем, о чем идет речь. На иврите это называется просто. Миква. Согласно книге Левит 15 глава, если у человека, будь то женщина или мужчина, есть какое-то истечение из тела, так русский язык это говорит, может даже и гнойная рана, может что угодно, то по окончанию этого вредоносного процесса необходимо было, прежде чем прийти в храм, омыться водой. Если человек больной, таким истечением многие дни, за ним ухаживают, то человек, ухаживающий нечисто вечера, и не может прийти в храм, пока не омоется, не окунется в Микву. То есть, это было такое вот очищение. Кстати говоря, это было прообразом водного крещения, Миква. Да? То есть, если там нужно было полностью омыться, ну, такой товарищ, как я, сколько литров воды нужно, какого должна быть размера емкость, чтобы я мог туда, вот так хотя бы... Литров 300 надо. Литров? 300. Ну да. Ну, на меня литров 300. Ну, даже, возьмем, написано 2-3 меры, это около 100 литров. То есть, Иисус сделал, если речь идет об алкоголе, то получается, что Иисус сделал 600 литров вина, такого, 11-ти градусного крепленого. Когора. Когорчика. Мы говорили о некоторых злоупотреблениях в этом плане, даже в некоторых протестантских церквах, когда проходит вечеря, я помню, заходил на одну церковь, там тысяча человек, и у них акогор разливали на вечерю. Знаете, воспоминания страданий и смерти Иисуса, а вся церковь воняет перегаром. Что оно пахнет. Неужели Иисус в начале Своего служения ставил целью споить всю кану галилейскую? Ради чего Он это делал? Опять же, давайте вернемся к тексту. Текст говорит, несите, восьмой текст, несите к распорядителю пира, и понесли. Тогда же распорядитель отведал воды, сделавшееся вино, а он не знал, откуда это вино. Почему не знал? И лучше, и хорошо, что не знал. Ну, представьте себе, пить из миквы. Будете ли вы утолять жажду из плавательного бассейна? Или, может быть, из бачка в туалете? Понимаете? Это же каменные вещи, да, люди приходят. Понимаете? Уровень санитарии, хлорки нет. Ну, хорошо, воду меняют, но представьте, в такой емкости размешать то, что ты должен выпить. Ну, что-то явно тут не то. Что-то явно здесь не то. однако, если мы посмотрим на стих 13, то мы видим, оказывается, что, может быть, у Иисуса была очень конкретная духовная причина. Приближалась Пасха иудейская. Да, действительно, в Израиле в то время свадьбы проходили вот в этот короткий период. Перед Пасхой проходили дожди, то есть, можно было на улице это делать, что у людей, это же понятно, что это не в доме. Если вы поедете, посмотрите эти домишки, которые там, площадь средняя дома, такого среднего галилеянина, ну, может быть, вот как отсюда, вот до вот этой загородочки, и вот, может быть, до стенки. Это считается, вот это весь дом на семью из пяти человек. Да? То есть, свадьбу делать некогда, человек сто посадить некуда. Это на улице все делалось, под навесом. Вот. Соответственно, сразу же после этой свадьбы народ отправляется на Пасху в Иерусалим. Иисус учит народ. Иисус учит. Он знает, что через несколько времени, буквально через день, народ, идущий в паломничество, пойдет в эти миквы, для того, чтобы перед началом восхождения в Иерусалим окунуться. То есть, народ окунется, все мужчины, все, кто пойдет в Иерусалим, будут окунаться там, где была вода, превращена в вино. Кстати говоря, я скажу о вине. Знаете, проблема в том, что как иврит, так и греческий в Библии не используют слово виноградный сок. Но мы понимаем также, надеясь, что вино не выглядело как сегодня в супермаркете или в какой-нибудь спирит пойти там бутылочки, да, легковзвешенная, красивая, красненькая жидкость. Нет. Как делали вино? Чтобы сохранить вино, вы знаете, используется в Евангелии постоянно для вина хранится в чем? Меха. Меха. Что такое меха? Это желудок. Шкуры сшитые, окей. Берем сок виноградный или вино из бутылки, льем туда. Что с него будет? В этих мехах что с него будет? Оно вытечет оттуда. Оно на спирту жидкость очень текучая, а сшито грубыми нитками. Как вино хранили? Меха это шкуры. Да, но оно сшито, понимаешь, оно же не герметично. Стекло герметично, а это не герметично. Как хранили? Секрет вот в чем. Выпаривали, делали такую массу виноградную и делали из него повидло. Чача что-то здесь? Желе. Выпаривали воду и тогда это желе заливали в меха. Брали чашу, когда нужно было обратно, когда это нужно пить, потому что написано не лейте новое вино в старые мехи, прорвет. То есть оно там внутри естественно бродило. то есть надо новые мехи, чтобы газы не разорвали. А дальше его нужно обратно превратить в состояние питья. Вопрос сколько ты размешиваешь? Сколько ты размешиваешь? На пейсах говорится о том, что мы говорили с вами, что размешивать надо так, чтобы был запах и цвет, но не вкус. То есть чтобы действия алкоголя не было. Чтоб только запах и цвет. Ну представьте себе, такое вино вкусное будет. Естественно Саша скажет, что свежевыжатый виноградный сок из Молдавии намного вкуснее дело, правда? Чем вот такое желе размешанное на водичке. Ну вот. Вопрос в том, что именно это вино, свежевыжатый виноградный сок, было, считалось хорошим вином. Оно было дефицитное. Сегодня все наоборот. Сегодня ставят там какой-то коньяк, шампанское, стоит оно там 200 лет и после этого, понимаете, его продают за тысячи долларов. Вот. А тогда хорошим считалось именно сохраненный виноградный сок, отжатый, чистый, выжатый, без всего грязного. Вот он был хорошим. Но его хранить было тяжело. Его надо, во-первых, уже не в мехе, а в глиняный кувшин. Это дорого. Но однако же умели сохранять. Русский, советский академик Амусин участвовал в раскопках на Кумране и рассказывает о том, что они нашли несколько вот таких запечатанных кувшинов, в которых был сохранен выжатый виноградный сок. Они находились просто на очень большой глубине в холодной постоянной температуре. Но все это дорого. поэтому такое вино его было намного меньше. Оно было весной. Это был дефицит. Знаете, как Жванецкий через директор магазин, через товаровед. Вот это было хорошее вино. Понимаете? И поэтому хозяин удивляется, говорит, ты нам почему-то сначала дают хорошее вино, если есть. это как бы считается дефицит. А потом уже берут, из меха наливают, размешивают, из меха наливают, размешивают, а ты хорошее приберег под конец. Но Иисуса была совершенно другая цель. Опять же мы говорили, Иисус не планировал спаивать свадьбу. Иисус планировал показать, что через несколько дней все жители Каны пойдут совершать омовение в эти миквы и окунуться в эту воду, которая была превращена в вино для того, чтобы пойти навстречу с Господом. Знаете, мы часто не знаем и думаем, что когда Иисус говорит, наливайте воду, это уже народ не понимал. Я часто слышал такие проповеди, о, Иисус приказал им бежать за водой. Люди не понимают, что вода используется для создания вина, для размешивания. Это была не проблема. Проблема была, когда ее налили в миквы, и когда она без помощи, без каких-либо мехов, думали, что Иисуса где-то может быть припрятан. У него не было ничего припрятан. Но вода превратилась, стала красной по цвету. Знаете, перед Пасхой, когда вода становится красной, это особое у еврейского народа вызывает ассоциации. Вы знаете, с чем? Когда первое чудо совершает Моисей, вся вода стала красной. Бог хочет, Иисус хотел научить народ истинам, которые когда-то сказал пророк Исайя. Об этом записано в одиннадцатой главе. Пророк говорит следующие слова. И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произойдет от корня его. Что такое корень Есеев? Кто такой был Есей? Отец Давида. То есть от корня Давида это от корня Есея это сын Давида. Но интересное выражение от корня Есея. Не от Есея, не от Давида, а от корня Есея. Что есть корнем всего? Написано от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Корень спасения находится в Боге, который взращивает отрасль. И дальше текст известный. Дальше нам сказано «Почет на нем Дух Господень, Дух Премудрости, Разума, Дух Совета, Крепости, Дух Ведения, Благочестия, Страхом Господнем исполнится, Будет судить, Будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И дальше сказано «Тогда вол будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе к козленкам, теленок и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя будет водить их, и не будут делать вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Я вкратце прочитал этот большой отрывок Исаия 11 глава с 1 по 9 текст. Отрывок, говорящий об отрасли, от корня Исеева, о сыне Давидовом, который придет и установит свое мессианское царство, в котором не будет уже никаких перестрелок, грабежей, пожирания друг друга, подлости, вся земля будет наполнена ведением Господа. Но пророк не заканчивает свою речь. Пророк не заканчивает свою речь. Обратите внимание на 10 текст. Будет в тот день к корню Исееву. То есть первая часть говорила об отрасли от корня. А здесь речь идет от корня Исеева, о корне Исеевом, который станет как знамя для народов обратятся язычники. То есть прежде чем это миссианское царство должно было случиться, к корню Исееву, к Господу должны обратиться язычники. Вот это очень важно. Мне очень часто приходится беседовать сегодня с многими раввинами, которые видят спасение только в замкнутом смысле. только для единственного народа, численность которого из всех 6 миллиардов населения земли составляет около 20 миллионов человек. Большой народ! Избранный народ! Слава Господу! Но меня поражает то, что многие раввины видят искупление только для этой части народа, что вот, понимаете, воссоздастся Израиль в его границах земле обетованной, тогда все будет хорошо, и все трава не растет. А остальной мир что? Я часто задаю раввинам вопрос. Как вы себе представляете существование на земле? Вот так всем, все, весь только один народ, а всем остальным пусть хоть потом. Понимаете, Библия так не говорит. Библия говорит, прежде чем настанет этот мир и покой на Святой Горе Божией, к корню Есееву должны обратиться язычники. И посмотрите, как Бог описывает. Будет этот день, Господь простет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который находится у Асура, в Египте, и Патрасте, Хуса, и Лама, и так далее. И поднимет знамя язычников и соберет из изгнания Израиля рассеянных иудеев. То есть, вы видите, и это тоже здесь надо сказать, часто христиане делают ошибку, говорят, все, Бог отверг Израиля, больше Израиля не существует, только Церковь существует. Церковь это сегодня Израиль. Посмотрите, как здесь написано. Не та позиция иудейская, не та христианская не отражает то, что говорит пророк. Написано, соберет знамя язычников и останок иудеев. Вот, что будет залогом истинной безопасности мира, спокойствия на земле, которое будет наполняться ведением Господа. И посмотрите последние стихи 15-16, как нам описан этот процесс. Как Бог будет собирать и исушит Господь залив моря Египетского и прострет руку свою в на реку сильном ветре своем и разобьет ее на семь ручьев так, что в сандалиях могут переходить ее. Что это нам напоминает эти образы? Переходить какой-то поток воды залив моря Египетского. Что это за образы? Это переход Черного моря. Это исход. Тогда для остатка народа будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Вы понимаете, о чем здесь говорится? Исайя говорит о пришествии Мессии и наступлении Мессианского царства и уподобляет этот процесс исходу исходу сынов Израилевых из Египта. Вот что пришел возвестить Иисус. Он пришел возвестить о том, что он, как Мессия, готов возглавить новый духовный исход. Вот почему вино превращается в кровь, напоминая о язвах египетских. Три года спустя Иисус возьмет чашу с вином и даст этой красной жидкости новый символизм. Сие есть кровь моя за грехи проливаемые. Потому что этот исход, как он описан у Исаии, не является каким-то политическим исходом, когда одна нация освободилась от порабощения другой нации. Многие образы в этих текстах указывают на духовность процесса, на то, что Бог желает, чтобы мы смотрели глубже на рабство, в котором все и иудеи, и язычники находятся одинаково. На рабство греха. Иисус является новым предводителем этого исхода. Исхода из рабства греха. Матфей описывает этот исход, рассказывая нам о жизни Иисуса. Вспомните Матфея, Евангелие от Матфея, вторую главу. Вспомните, и мы неоднократно разбирали историю рождения Иисуса, но вы помните, там есть такой текст, когда Ирод почувствовал себя осмеянным, он послал убить младенцев. Но мы знаем, что как только отошли эти мудрецы с Востока, ангел Господень приходит к Иосифу и Марии и говорит, что? Бежать. Куда они бегут, помните? В Египет. Теперь посмотрите Евангелие от Матфея, вторая глава, с девятнадцатого текста. По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, стань, возьми младенца и матерь его, иди в Израиль его землю, ибо умерли искавшие души младенца. И он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израиль его, как сказано, избудется сказанное у пророка, из Египта воззвал я сына моего. Иисус вышел из Египта и как только Иисус выходит из Египта, сразу же картинка прокручивается, третья глава, Иоанн Креститель. Иоанн Креститель призывает покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. А Иисус приходит креститься тоже, что Иисусу надо каяться. Нет. Но Иисус идет для того, чтобы совершить всякую правду. И Иисус окунается в воды Ордана сразу же после выхода из Египта. Точно так же, как израильский народ окунался в воды и проходил через воды. Позже 10 главе 1 Коринфе нам Павел назовет этот образ символом крещения. И следующее, что происходит в жизни Иисуса после крещения? Пустыня. Где Он терпит искушение? А что с Израилем было? Тоже пустыня. Где Израиль терпел искушение? И Иисус пришел для того, чтобы вывести нас из рабства. И начинает свое учение. об духовном исходе. Превращая воду в вино. Он не стремится заявить людям, не стремится споить людей до бессознательного состояния, дав им по 3-4 литра крепленного алкоголя, но Он делает заявление. Заявление о своем цели присутствия на этой земле. Он является мессией. Лидером духовного исхода. Исхода, который уже не из географического Египта, а из Египет, из рабства греха. Он готов вести каждого из нас по пути в землю ханаанскую, в небесный ханаан. Желаете ли вы идти за Иисусом, следовать за Ним, совершая ваш исход? Каждому из нас нужен исход. Исход из наших проблем, которые порабощают нас. Поэтому в эти дни пасхальные Иисус учит нас задуматься не о каких-то семейных традициях, но задуматься о том, где находимся мы. и как нам выйти, если что-то нас порабощает. Иисус готов взять нас за руки и идти. Этот путь непростой. Нужно будет встать у каждого из нас. Возможно, возможно, было, возможно, не было. Была ситуация, когда стоишь сзади уже назад нельзя, впереди море, утонешь. Но мы знаем, что как только народ с верой вступил ногой своей в воду, что было с водой? Она раздвинулась. Я знаю, многие из вас со мной говорят о тех переживаниях и проблемах, но Господь сегодня в эти дни призывает нас вступить с верой ногой в воду. И вода расступится, потому что Иисус является для нас лидером духовного исхода. Помолимся Господь. Господь всемогущий, мы обращаемся к Тебе в этот час и молим Тебя, чтобы Ты стал во главе нашего исхода из рабства нашего греха и наших проблем. Мы знаем, что это непросто, но мы хотим ухватиться за Твою руку и идти за Тобой, доверяя Тебе. Помоги нам, Господи, доверять Тебе. Об этом наша молитва. Во имя Иисуса. Аминь.